28opt.ru – крупнейший интернет-магазин тату-оборудования в России. Более тысячи реальных отзывов ВКонтакте. Более 10 тысяч покупателей по всей стране. Профессионалы выбирают 28opt.ru Ребята, мы движемся с территории Швейцарии на территорию Италии. Если быть конкретным, мы выехали из города Женева и сейчас едем в Милан. Через Францию. И мы пересекаем Альпы. И пересекаем мы эти прекрасные горы через туннель Мон-Блан. Один из самых длинных тоннелей в Европе. Блин, вид офигенский, просто завораживающий. Вот, вот дорога в туннель, блядь. Большой пакет, да? Стой! Пробка в горах. М, горы, пиво, робка. Мы думали, что проезд будет такой красивый, безмятежный, беззаботный. А в итоге оказалось, что пробка сраная. Туннельский шлагбаум и депильная пропускная система непонятна. Пакет, все хорошо. Пакет, все хорошо. Здравствуй, Милан! Пиздец. Пиздец, все. Давай. Чем придумаем, знаешь? Давай, Лёв. Может, Сене позвоним? До свидания, Лёша. Бабушка, ебога. Привет, народ. Ну что, вот мы наконец-то добрались до Милана. Стоп, стоп, стоп. Ага! Здравствуй, Милан! Мы подъезжаем. Сейчас заберем только нашего дружбана Сеню, который прилетел к нам сюда из Чехии, потому что наш водитель убежал. Ох. Будем снимать развеселую серию про татуировки. Дорога из Женевы до Милана заняла некоторое время. Но смотрите, кто у нас есть. Та-та-та-та-тан, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Сеня, привет! Поехали! Давай-давай, заноси! Дай я тебя, пожалуйста, убиваю. Выстите меня из этого черного автобуса. Давай-давай, Юрец, тачки сзади. А, блядь. Блядь. Там сзади бибикают в Мерседесе. Сеня, привет! Сеня, 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 Сеня. Это дорога из Женевы в Милан. Да, и всего-то нет. А где страна? А не, мы выбросили на поле, мы выбросили, мы выбросили. Бля, пиздец. Сеня, привет, братан, бля, привет. Да, здоров, живые. Бля, не еле выжили. Это приключение, пиздец. Юра, скажи пару слов. Как-то все тяжело произошло. Мы так долго ехали, так долго наслаждались этой красотой за окном, что мы с Димой что-то накидались вообще. Но! К нам приехал Сеня. Сеня, Сеня, войди в кадр. К нам приехал Сеня. Он привез дешевых сигарет. Дай я добавлю. Поэтому... И дешевую рабочую силу. Поэтому съемки отменяются. Просто пьем. Больше вы ничего не увидите. Яу, это последняя запись. Мы начинаем пить. Элена. 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 Дима. Ребята, мы только зашли в тату-студию. Это первый этаж. Я не понял, что с Юра происходит. У них какая-то фишка, что ли. У них специальный спрей есть. Здесь пахнет, как в подвале. Опять вот этой сыростью, влагой, холодом беет. Никакой, в общем, цивилизации. и... ну вы поняли, короче. Как ее? Ну, этого, ну... Блядь, подскажи мне. Ай. Не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, мне нужен переводчик. Я ж не пойму ничего. Тикер не понимает ничего. Иван, помогай мне. You have a Anko, right there. Show me. Show me. It's alright. In Russia, we have a tradition. If you do an Anko-tattoo, you need a drink, of ocean water. Aqua limare. He's saying it clearly. Yeah, yeah. Our camera man, His name is Dima. He is making anchor t-toon his... This is four glasses of ocean water right there! В общем, друзья, дедушка, вот этой прекрасной дамы, был моряком, и он за нее уже хлебнул этой воды по горло, я думаю. Поэтому ей за это отвечать не придется. За это уже сделали ее предки. Я сейчас тебе объясню. Если ты не знаешь, какую делать тату, но хочешь тату, ты делаешь себе либо череп, либо розу, либо надпись. Ну все, тогда череп. Вот очередной город. И в очередном городе нас угощают сигаретами. Ну, Милан я тоже люблю. Этого парня зовут Озон, как вы можете видеть. И у него очень крутые татуировки. Работает он в Италии, в студии... I'm sorry, I forgot the name of your studio. El Tradicional. I'm Spanish. Because the boss is from Spanish. О, их boss из Испании, поэтому... Студия называется по-испански. Так, в общем, у этого крутого парня есть вот такая замечательная татуха. Вы все помните фильм «Святые из трущоб». Так вот, более того, у этого парня есть брат. И у этого брата есть вторая татуировка. Веритас. Ребята, да это офигительно круто. Я просто реально... Я когда увидел первый раз у него на руке татуировку, я не поверил своим глазам. Юрец, все, надо сниматься. Димос, вставай. Димос, вставай. Димос, вставай. Чего? Все, история про студию. Экскурсия небольшая, подъятная. Эта студия открылась в 1994 году. Пойдемте вам все расскажем. В 1994 году было очень модно использовать настоящее дерево. Именно поэтому ребята в своем антураже дизайна использовали дуб. Но это не стоящий. Это... Это шпон. Это шпон. В этой студии использовано очень много земного цвета. То есть, типа, успокойся, чувак, если зашел сюда. В 1994 году? Конечно же, в этой стране также распространена Икея, которая использует боксеры, когда они работают. Вы попадаете сюда, вы попадаете на мини-Т-образный, ну, как, лайк, буква Т. Перекресток. Если пойдешь налево, то летит, найдешь. Я в нем был уже два раза, так и не нашел, где свет включается. А если поешь направо, то попадешь в святая, в святых, в кепошную. В этой студии самое главное – кепошная. Субтитры делал DimaTorzok Да, это очень вкусно. Хайфай мне. И приезжай. Пусти. Пусти. А на английском, как это звучит? Пожалуйста, скажите на камеру, перевязывайте. Эти песни? Да. Я пью. 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 И я напьюсь. И потом я блюю. Ага. Вот и все. Cheers, bro. Cheers. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА